Умеете ли вы разлагать число в уравновешенной троичной системе, если при этом вы должны идти с младших разрядов к старшим? То есть, я беру вам какое-то число, ну, например, это то же самое, что 2019. Это год, в котором мы сейчас с вами живем. 2019 беру. Сможем ли мы в уравновешенной системе записать? 2019. Да. В принципе, можно. Кто пойдет делать? Что вы сейчас должны сделать? То есть, вы должны первым делом узнать последнюю цифру. Последняя цифра? Нет. Это уже на 2019 последняя цифра. А последняя цифра ответа? 0. 0. 0. Почему? Потому что на 3 делится. Да. Так, единственное, что ответ будет какой-то очень многозначный, поэтому давайте мы напишем дау. Даже подальше, чтобы точно полезло. Да. Итак, пишем цифру 0. А вот теперь нужно перейти к задаче меньшего размера. Что это значит? Надо разделить число 2019, день сбоку, на 3. 673 будет. Сколько? 673. Да, правда. 673. 1. Значит, надо вычесть единицу и разделить то, что получится на 3. 224. 224. Отлично. 224. На 3 не делится. 9 на целом. Остаток? Остаток 2, да. А вот нельзя. У нас нет такой цифры. 2. 3. Нет. Мы сейчас пишем в равновешенной системе. В равновешенной системе цифры бывают. 0, 1 и минус 1. Значит, надо писать минус 1. Да, и кстати, 1 это у нас был не 1. Мы договорились, что в отличие от равновешенной, от обычной, договорились, что там, где единица, надо ставить просто знак плюс. То есть здесь плюс, а здесь будет как минус 1. Что мы сейчас должны сделать? Здесь у вас 2. Нет, здесь у вас 2. У вас было число 672. Оно на 3 поделилось, получилось только там 224. Но вы написали минус 1. Поэтому на самом деле сейчас мы имеем дело с числом 225. Поняли почему? Чтобы ответ писали минус 1. 225 надо делить на 3. Потому что, чтобы не забыли, запиши 225 делить на 3 равно. 225 делить на 3. Чему равно? Сейчас, мне почему? 75. 75. Отлично. То есть, остаток много? На 3 делится. Пишем 0, да. Остаток 0. Следующий строкат пишем. 75 делить на 3 равно. 8. Сколько будет? 25. 25. Там остаток 1. Отлично. Значит, ставим так плюс. Да. Осталось 24. 24. Там 12, 9, 8. 8 будет. Отлично. А 8 что? Минус. Минус. Пишите минус. Пишите минус. То есть, у меня это дело с 9. Да. А что такое 9? 9 это 3. Я говорю, как вы записывали в нашем доме? Плюсом. Нет, не совсем. Нулем. Нулем. И останется написать 3. Потом опять 0 и останется написать 1. А проверим, правду она написала или нет. Пошли по разрядам числа. Это разряд 1, 3, 9, разряд 27, где 81, где 243, 729 и, наконец, 2187. Ну, мы где-то ошиблись. У нас слишком много получается, да? Так, вы меня где-то обманули. Не получилось. Было число 2019. Говорите. А 0, 9 на 3. Получается 672. Получается 672. Получилось. Дальше. Нет, получается 673. 673 на целом на 3, 9. Подозвечает. Одну единичку оставили. 672 получилось. Вот. Вижу это. Да. 672. То есть, 9 на 3. Получается 224. Статок 2. Мешаем минус 1. То есть, припомняем к этому числу 1. Получается 225. 225. 225. Делим на 3. Получается... Да. Получилось. 75. Да, 75 получается. Дышим. Ну, 75. Делим на 3. Получается 25. Мне кажется, это 0. И так, вот смотрите, вот это число должно быть 2019. Вот это число должно быть 673. Вот это число должно быть 224. Вот это число должно быть 224. Вот следующее число должно быть какое? Следующее число должно быть в муси. Следующее число. Следующее 3. Значит, что получилось? Вы нас посчитали на один нолик. Да. Вот здесь вот не должно было быть вот этого нолика. А вместо него его стоять плюс. Да. Так, ребята. Сейчас давайте торжественно сделаем следующее. 2187, 81 и 3. Складываем. А с минусом у нас, знаете что? 243 и 9. Это я легко могу. 252. Это сложнее, но тоже надо справиться. Вот если сейчас так получится, что сумма числа 252 и 2019 будет равна вот этому числу, то все хорошо. Это правда. Спасибо. Наконец-то нас сошло.